Здравствуйте! Сегодня я вам расскажу, как зарегистрировать ИП с помощью сервиса Моё Дело. Для этого вам необходимо определиться с видами деятельности, которыми вы будете заниматься. Из документов вам понадобится только ваш паспорт гражданина Российской Федерации. Далее зайдите на сайт Моё Дело, www.moyodelo.org, выберите на главной странице раздел «Документы для регистрации ИП». Заполните анкету и зарегистрируйтесь на сайте. Далее вы попадаете на страницу со сравнением ИП и ООО. Но так как вы уже определились, что хотите стать именно индивидуальным предпринимателем, а не организацией, кликаем на «Зарегистрировать ИП». Основные преимущества ИП перед ООО – это простота регистрации, простота ведения налогового учета, все заработанные деньги ИП можно тратить на личные нужды без дополнительных налогов и обязательств. Вот мы и попали на основную страницу. Слева основной раздел «Вам необходимо», справа раздел с дополнительными услугами и раздел с вопросами и ответами. В разделе «ВООО» вы найдете ответы на наиболее частые вопросы начинающих предпринимателей, связанные с регистрацией ИП. Озвучу несколько из них. Можно ли зарегистрироваться по временной регистрации, то есть по месту пребывания, а не прописки? Ответ – нет. Регистрация осуществляется только по месту постоянной прописки гражданина Российской Федерации. Можно ли совмещать ИП с основной работой по найму? Да, можно. Сколько занимает регистрация ИП? Пять дней. Может ли ИП иметь название, как у организации? Нет, не может. Обязательно ли применять печать? Нет. ИП может работать без печати. Давайте перейдем к основным шагам. Необходимо внести свои личные данные. Обратите внимание, что сервис «Мое дело» сертифицирован в соответствии с требованиями Федерального закона о защите персональных данных от 26 июля 2006 года в номер 152 ФЗ. Все ваши данные, отраженные в сервисе, являются полностью закрытыми и конфиденциальными и не передаются третьим лицам. На этой странице необходимо указать свои паспортные данные. Правильное заполнение этого раздела является гарантией успешной регистрации. Жмем «Далее». На следующем шаге вводим свои адресные данные. Обратите внимание, что адрес заполняется в соответствии с официальным классификатором адресов России. Важно в разделе «Улица» писать сначала название улицы. Правильный вариант будет предложен, и именно в таком написании необходимо его выбрать. Например, проспект Академика Сахарова в справочнике пишется как «Академика Сахарова. Проспект». После ввода адреса будет показана ваша налоговая инспекция. Именно в этой инспекции вы будете стоять на учете, сдавать в нее отчетность и платить налоги. Обратите внимание, что это именно ФНС по месту вашей прописки – территориальная налоговая инспекция, а не та налоговая, которой будет заниматься регистрацией ИП. На этой же странице вы увидите раздел «Муниципальное образование» и «Акада». Это ваш район по месту регистрации и его цифровой номер в классификаторе. Номер определяется автоматически. Если вы вдруг не помните, как называется ваш район, то эту информацию можно посмотреть в паспорте на странице прописки. Например, у вас будет запись «Зарегистрирован у ФМС по Юго-Западному административному округу города Москвы Обручевского района». То есть ваш район – Обручевский. Жмем «Далее» и переходим в раздел «Выбрать виды деятельности». Вам доступны два списка. Упрощенный – это список, подготовленный нашими экспертами, и общий, состоящий из нескольких тысяч пунктов, разбитых на группы. Классификатор отчасти – это условность, и многих современных видов деятельности в нем просто нет. Так что выбирайте наиболее близкие по сути. Это не будет ошибкой и не повлечет никаких проблем. Конечно, не нужно выбирать виды деятельности, которыми вы не будете заниматься в принципе. Например, утилизация ядерных отходов. Но добавить потенциально возможные не помешает. Поэтому, если вы собираетесь заниматься розничной торговлей, то добавить оптовую не будет лишним. Также, если вы не нашли свой вид, например, оптовая торговля игрушками ручной работы или услуги по плетению украшений из жемчуга, всегда можно воспользоваться графой «Прочие» в наиболее подходящей группе общего справочника. На следующем шаге необходимо выбрать тот вид деятельности, который наиболее подходит под ваш основной бизнес. Следующий шаг очень важен. Это выбор режима налогообложения. Системы ОСН 6 или 15%. От выбора будет зависеть порядок расчета налога, порядок учета расходов, связанных с будущей предпринимательской деятельностью. Тут же вы сможете найти рекомендации по выбору упрощенного режима налогообложения. Обратите внимание, что если вы собираетесь применять ЕНВД, то подать заявление на ОСН мы все равно рекомендуем, иначе в случае отказа от ЕНВД или при появлении другого вида деятельности вы будете обязаны применять общую систему налогообложения, а также до начала применения ЕНВД будет необходимо отчитываться и сдавать отчетность общего режима. Все, подготовка документов закончена, и от вас требуется только сдать документы в налоговую. На этом шаге вы введите пакет сформированных документов, адрес вашей регистрирующей налоговой инспекции и подробную инструкцию по дальнейшим действиям. Внимательно прочитайте инструкцию, так как в момент похода в налоговую это видео вам вряд ли получится посмотреть. Обратите внимание на следующие моменты, подробно описанные в инструкции. Если ваша деятельность будет связана с образованием, обучением, кино или фотоуслугами, а также с работой с детьми, то вам для ФНС понадобится справка из ОВД по месту регистрации об отсутствии судимости. Необходимо платить госпошлину 800 рублей. Готовая квитанция также прилагается к сформированному пакету документов. Заявление необходимо прошить. Подробно я покажу, как это сделать в ролике «Прошивка документов». Теперь можно сдавать документы в налоговую. По истечении 5-7 дней вы получите готовый комплект документов. Постарайтесь документы получить в назначенный день. В противном случае налоговая их отправит почтой по адресу регистрации. Важно! После получения документов необходимо выполнить еще несколько действий. Поэтому возвращайтесь обратно в сервис «Мое дело» и проследуйте по следующим пунктам. Во-первых, в случае начала деятельности, связанной с работой с населением, то есть услуги населению, розничной торговли, общепиты и тому подобное, необходимо уведомить Роспотребнадзор. В случае работы такси – Ространснадзор. На этом шаге мы подготовим заявление и поможем определиться, попадает ли ваша деятельность под это требование. На следующем шаге мы объясним, как открыть расчетный счет и составим уведомление об открытии счета в ФНС и Пенсионный фонд. Мы предлагаем вам выбрать банк-партнера сервиса «Мое дело». Банки-партнеры – это специальные условия обслуживания наших пользователей и техническая интеграция с сервисом, которая позволит в автоматическом режиме обменяться выписками и платежными поручениями. Друзья, регистрация ИПС-сервисом «Мое дело» займет вас не более 20 минут и поможет избежать множества ошибок. Все интуитивно понятно и доступно, а наша круглосуточная техническая поддержка поможет вам в случае возникновения вопросов. И самое важное – сервис «Мое дело» предоставляет вам эту возможность абсолютно бесплатно, без каких-либо скрытых платежей. Заходите на www.moyodelo.org и поддержку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова